Добрый вечер, друзья! Доброй ночи, я бы сказал. Почти полночь. И Светлана зачитывает вопрос. Играем, как все, в гринкарту. С женой второй раз. Немного, конечно. Но опять в пролете. И сегодня звонит знакомый, которому я помогала за компанию. Ну, как это бывает. Оформляет заявку на розыгрыш. И что вы думаете? Он выиграл. Я рад за него. Теперь предстоит ему самому потрудиться. Заполнить DS-260. Пройти медосмотр, интервью. И вот разговариваю я с ним. И понимаю, что не готов он. И особо нет желания. Вот этот приятель, который выиграл. Я, конечно же, помогу ему всем, чем смогу. Расскажу, что знаю. Так вот, вопрос в чем? Я вот думаю, что это мне знак такой. Просто я никогда ничего не выигрывал. Если что-то получалось, то только когда сам все. Сейчас в разработке план B. На горизонте появился человек. Знакомый знакомых. Который вот уже как шесть месяцев в США по турвизе работает. Так. Нелегал. Думаю, игра в гринкарту, это не мой шанс. А именно этот человек может, именно он и шанс для меня, и жены попасть в США и скрепиться. Знаки. Верите ли вы в них? Как трактуете? Или это все ерунда? Да. И надо просто брать и идти, и не ждать. Я тюлец. 28 апреля. Как ты прям. Как я родился, да. Да, только год свиньи. По векторам и в процентном соотношении все практически ровно. Люблю работать, иногда ленюсь, но при этом происходит прогресс. С поставленными, ну это понятно, да. С поставленными задачами я справляю всегда. Инициативный, за что иногда страдаю. Всегда есть. А, нет, хотелось бы узнать ваше со Светланой мнение. Понимаешь, что риск всегда есть. Но это и есть жизненный опыт. И как вы говорили, бояться этого не нужно. Спасибо за ответ в любой форме. Лично или где. Ну, что же. Ну, давай, может быть, я немножко начну, а ты потом там философски пройдешься. Значит, понятно, что человек там по векторам, да, Бородянского брал тест. Значит, то, что у человека там все вектора разработаны, говорит о том, что у него очень высокая степень адаптивности. То есть попав в ситуацию, где нужно быть инициативным, он может быть инициативным. У него есть на чем проехаться. В ситуацию, где нужно сесть, что извиняется, попкой взять там, прокорпеть там и так далее. Он и это может, и то может, и это может. То есть он абсолютно выживаемщий. У него выживаемость высочайшая у этого человека. Первое. То есть ему на самом деле и не нужна латырия. Понимаешь, он выживает. Следующий момент состоит в том, что он понимает это, да, то есть он, в общем-то, правильно рассуждает. Но вопрос был про знаки. Верите ли вы в знаки, там, и так далее. Это тонкая штука. Может быть, Света там скажет как-то более, так сказать, тонко. Но я хочу сказать, вы не в знаки верьте, а вы верьте в себя, верьте в то, что вам чего-то хочется. Вы спрашиваете себя, какие у меня цели. Понимаете, чтобы цели были истинно целями, а не чем-то липовым. Понимаете, когда цели липовые, то и движение к ним липовое. Вот. А если цель такая подлинная, да, как говорят, что не должно возникать вопроса, а зачем? Вот когда бессмысленный вопрос, а зачем, да, вот тогда это твоя цель. И если у вас нет вопроса, а зачем мне там в Америку, зачем мне иммиграция и так далее, и так далее. Вот хочется. Значит, вот хочется, да. Значит, это хорошая, правильная цель. И вы к ней идете потихонечку. Света, давай про знаки, может быть, ты лучше скажешь. Ну, я вот такой вещь сказала. Мне, например, никогда в жизни не везло в лотерею. И мне тоже. Нет, ну ты еще выигрывал хотя бы в книжную лотерию. Но я никогда больше рубля ни в какой лотерею не выигрывала. И я понимаю, что это совершенно не мой путь. То есть я поэтому не участвую ни в казино, ни в какие вот азартные... Мне никогда в этом не везет. Но есть люди, у которых это вот не их сильная сторона. Значит, поэтому к этому нужно относиться нормально. Наоборот, скорее всего, очень редки те люди, которые всегда выигрывают. Я тут везунчик, да, вот он и здесь сорвал, и здесь сорвал. Вот, но что действительно я всегда делала, да, у меня было желание вот чего-то добиться, да, и я шла вот... На пролом. На пролом, да. То есть выстраивалась какая-то концепция, как что делать. И, наверное, по молодости лет я делала это больше интуитивно, чем сознанием делала, как это нужно делать правильно, да. Вот, а сейчас я понимаю, что те вещи, которые у меня были самые пробивные, да, я их, не зная, как нужно делать правильно, интуитивно делала правильно. Давай так, у тебя в жизни были какие-то знаки? Вот, что у тебя был знак, и ты его распознала как знак? Или ты задним числом говоришь, эх, это, наверное, был знак, только я не знала? Вот я тебе скажу так, вот я сейчас стала умной, что есть какие-то знаки, так я уже думаю, например, если там, ну, я не знаю, что, там, я еду на парковке, нет места, там, что-то у меня, звоню по телефону, у меня что-то не получается, думаю, блин, ну, сегодня не мой день, вот какие-то все знаки, и просто все против. А так вот, что по большому счету я сказала, что что-то не так, нет, конечно. То есть, если есть какая-то цель, да, то к ней идешь просто и все, и она должна получиться. Значит, а за счет чего она должна получиться? Тут есть тонкий момент в желании, да, и в то же время, чтобы не перегрузить вот слишком сильным желание, вот это вот сбалансированное желание добиться цели, это очень тонкий момент, и его нужно уловить. То есть, с одной стороны, не должно быть завышенной важности, а с другой стороны, желание все-таки должно быть достаточно сильное. Поэтому, как бы нужно в направлении цели предпринимать какие-то усилия, да, но в то же время не зацикливаться. Я, кстати, думаю, что то, что ваш приятель выиграл, а вы нет, он именно потому и выиграл, что у него не было завышенного значения этой цели. Да, а наш зритель, он перегрузил. Да, да, а у вас, поскольку вот такое, вот знаете, как это называется, сучить ногами от нецеления, да, очень хотелось, да, очень хотелось, и вот оно мешает. Почему-то вот вселенная так реагирует, то есть, когда хочется, аж не могу, она не дает, а вот если как-то разумно, ну, вот так вот заполнил, да, и оставил, оставить. И причем человеку, который сильно мотивирован, очень трудно справиться с вот этим вот постоянным зудом, а хочется, хочется, хочется. Поэтому иметь, да, иметь, во-первых, запасной вариант неплохо, да, для того, чтобы переключать мозги все время, а как я буду, вот если здесь не получится, как я буду, да, поступать. И, кроме того, отпускать немножко, заниматься какими-то просто другими вещами, мозги переключать на что-то. Из опыта вот мы его на форуме говорим про ЮЭС, вообще на иммиграционных форумах, я уже почти 20 лет, с 98-го года, и я хочу сказать такую вещь, что на каждом форуме вы увидите очень активных людей, которые уже не то, что он первый год, он может уже 5 лет играет, 7 лет играет, он знает все, он может энциклопедию там писать или участвовать в написании там по этим вопросам, он активен, он каждый день там и так далее. И когда розыгрыш приходит, день розыгрыша, ну очень редко выигрывают вот эти люди, понимаешь, в основном выигрывают люди, которые вообще, может быть, там за 3 года 2 сообщения оставили, понимаешь. Да, ну вот это очень интересный механизм, знаете, сейчас уже много об этом пишут, в литературе об управлении, да, своей жизнью, событиями и так далее, но это действительно так, и если событие перегружено, которое вы хотите получить, оно почему-то не получается, поэтому индивидуально, да, есть какие-то более общепринятые способы, но индивидуально старайтесь его не перегружать и мозги переключать, что это работает хорошо. Я, давай, может быть, то, что мы сейчас сказали, я сейчас верну в контекст вопроса, потому что ведь вопрос как был, значит, верим ли мы в знаки, в том смысле, что, вот ему был знак, что лотерея это не твое. Нет, нет, конечно, нет. Да, значит, подождите, подождите, но вопрос вот какой, значит, я думаю, что вот такого знака мы тут как-то не просматривается, есть люди, которые с третьего, с пятого раза, с десятого. Да, но то, что лотерея не ваша, это может быть как раз кисть, потому что я вам говорю, что я никогда не выиграла бы лотерею. Но, но если мы про знаки говорим, про знаки, то я бы сказал так, это не знак, а это сигнал к тому, чтобы заниматься другими делами тоже и, значит, не перегружать лотерею. Участвуйте в лотерее, кто же говорит, продолжайте участвовать, но не перегружайте ее как единственный способ. Вот если не лотерея, тогда непонятно что еще чего-то, вот тогда вы перегрузите и будет плохо. Да, очень интересно, но такие ситуации могут быть, например, что человек играет в лотерею, да, но попутно делает какие-то другие вещи, ну, я не знаю, условно говоря, H1B, или политическое убежище, или женится, или что-то. И получается так, что в тот момент, когда у него почти сработал уже, практически сработал, второй вариант в этот момент он выигрывает, потому что он разгрузил вот этот вот лотерейный вопрос. Светлень, есть блогер, молодой парень, ну, такой блогер, не очень активный, но блогер, и вот он мне написал в скайпе, что он сейчас выиграл, а он уже там год в подаче на политику, или там сколько-то. Да, да, вот пожалуйста, да. Вот, вот, как только он уже подал на политику, но он играл в лотере, но уже подав на политику, да, уже подав на политику, там. И это на самом деле очень часто случается. Очень часто, да, это правда. Люди, которые уже тут, которые в подаче, которые там. Сегодня разговаривал, слушай, сегодня разговаривал с девочкой, она у меня училась и на канале у нас была, она сейчас работает во Флориде. И она что-то позвонила, вот так потрепаться с ней, молоденькая-то. И вот, ну, как бы у нее там любовь-морковь, и ее замуж очень сильно зовет человек, так. А она уже в подаче там по другой линии, и она ждет, что вот у нее там где-то должно скоро произойти. И я говорю, так может быть ты тогда пойдешь туда, ну, по замужеству. Она говорит, нет, она говорит, я пока вот не буду выходить за того замуж, я пока хочу получить там, вот. Потому что это там как бы есть, никуда не денется, что-то. Ну, я просто что хочу сказать, у нее пошло по одной линии, да, у нее тут же еще один возник. Да, да, это всегда бывает. Вот интересно, то же самое, например, с приложениями о работе, да. Пока нет работы, люди, господи, локти кусают, на стенку лезут, ну, хоть бы какую-то работу. А потом, бах, получил один оффер, и еще к нему несколько придачей. Вот так получается все. Да, очень часто. У меня, я помню, студентка была, она, я не могу сказать, что она была долго без работы, может, недели три она искала. Но когда на нее упало, на нее упало четыре оффера в один день. Да. И она пришла, она плакала, она говорит, я хочу прийти там посоветоваться. Она пришла, она ревела, и она не знала, что делать, посмотри, плакала. Да. Ты помнишь ее. Но вот это интересный такой момент, да, что как только разгружаем немножечко, то начинает сыпаться, то есть так подставлять просто корзину. Да. В общем, Света, я... Поэтому зацикливаться не нужно, это, конечно, не знак вам, что не нужно ехать вам. Если вы хотите, да, ехать, значит, вам нужно ехать. Да. Вот, поэтому мы не так уж прям суеверны, чтобы в этом увидеть какой-то знак. Но как сигнал к тому, что нужно расширить, как бы, и диверсифицировать процесс, это точно. И правильно относиться. Да. Если вы хотите, чтобы лотерея у вас сработала, диверсифицируйте, вы тем самым повысите шанс лотереи на то, чтобы она вас куда-то привела. Абсолютно. Правда? Да. Все, счастливо. Все, счастливо.